Друзья, мы сегодня с вами, смотрите, что будем изучать. Мы с вами попробуем погрузиться в прошлое наших великих русских писателей и узнать, что же они любили читать в детстве. Я уверена, вас ожидают сюрпризы, потому что мы несколько иначе представляем себе те книги, которых они могли вырасти. Итак, Александр Сергеевич Пушкин. Известно, что годам восьми он уже так наторел и так хорошо научился читать. И закончились книги, которые были ему выданы как детские. И он пошел куда за книгами? Как вы думаете? Куда можно было пойти? В доме с родителями? В родительскую библиотеку. И так поступали тогда очень многие его современники. И в зависимости от того, какой был уровень образования у родителей, такой потом был и у детей, потому что они росли на тех книгах, которые были подобраны в этих библиотечках. Причем не только столичного дворянства, мы еще говорим о провинциальном, но и так далее. Что же наш Александр Сергеевич читал в детстве? Мы знаем, это Гомер, причем на французском, Плутарх, Фенеллон, Приключения Телемака. Вот эти все издания я подобрала для вас, причем это аналогичные экземпляры, которые были представлены в библиотеке его отца. И вы можете себе примерно представить, как вообще выглядели эти книги, которые Александр Сергеевич читал в своем детстве. Ну и здесь он уже лицеист. Вы видите Жуковский, Василий Андреевич, замечательное наше стихотворение в двух томах 1815 год. Очень, кстати, красивое издание, такое слегка увеличенного формата, я бы сказала. Мы знаем о том, что Жуковский подарил тогда еще лицеисту Пушкину экземпляр аналогичного издания. Ну, то есть это важно понимать, что, во-первых, что тогда дети читали и подростки того времени. Это классика вся европейская и наши первые писатели. Причем это обязательно Карамзин, Жуковский, Крылов, Дмитриев. Басни были в большом ходу. Я уже говорила о том, что практически не было книг именно конкретно для детей. Все они только появлялись в этот период, и поэтому, ну, в общем, несколько были необычны, так скажем, первые книги наших знаменитых писателей. Ну, а здесь у нас кто? Иван Александрович Гончаров. И мы знаем по его письмам, по воспоминаниям, что он в детстве зачитывался приключениями различными, связанными с описаниями. Вот, например, описание земли Камчатки Крашенинникова в двух томах или путешествие во внутренность Африки Мунга. Это, в общем, знаменитое все сочинение, первые издания у нас здесь в России. Вот тоже на ваших экранах я вам показываю здесь и кровированные картинки, и карты, что они собой представляли. Интересная деталь, представьте себе, когда, ну, вы знаете, да, «Фрегат Паллада», все это история с Гончаровым, что когда потом впоследствии к нему обращались издатели с просьбой, чтобы он, значит, дал разрешение на повторение его каких-то сочинений, романов прежде всего, конечно, он очень нехотя соглашался. Но именно когда просили переиздать «Фрегат Палладу», он всегда неизменно говорил, что да, потому что он понимал, насколько важно для будущих поколений вот эти истории о приключениях, о завоеваниях новых земель. Ну, вот такая, мне кажется, очень такая романтическая черта характера Ивана Александровича, необычная. А вот следующая книга, представьте себе, уже вам хорошо знакомая, первое прижизненное, значит, издание Евгения Онегина, 25-32 год, причем, запомните, главки, которые выходили по главам. И уже в конце жизни Гончаров в одном из писем вспоминал о том, какой произвел вообще на него эффект вот эти, значит, главы Евгения Онегина, которые выходили, там, с разницей, по-моему, где-то вот раз в год, ну, там были немножко по-разному промежутки, но все равно, вот, понимаете, вы только представьте себе, вот человек получает первую главку Евгения Онегина, он ей зачитывается, ему все нравится, а продолжение он не знает, а продолжение пишет еще Пушкин, надо ждать, представьте себе. И вот надо обратить ваше внимание, что не только Гончаров, но многие современники, писатели тогда, менее знаменитые, вообще неизвестные, вот для них вот эта книга была очень важной, ну, чтобы вы понимали, ну, где-то, наверное, ее начинали читать где-то в возрасте 10-12 лет, ну, чтобы так, для общего понимания. А кто же у нас здесь? А здесь у нас Иван Сергеевич Тургенев. Почему я смеюсь? Ну, во-первых, это фигура очень такая милая моему сердцу. А во-вторых, у него замечательный подбор изданий. Это Крылов с его баснями, а я уже вам говорила, что баснями тогда зачитывались, еще в 18 веке, но крыловские басни для этого поколения очень важно имели значение, потому что как-то так принято было говорить, что Крылов открыл детям любовь к чтению, вот даже так. И с этими баснями забавная история связана, потому что к матушке Тургенева прибыл не абы кто, а Иван Дмитриев, который был тоже басноописцем известным на тот момент, но к нему подвели маленького Ивана. И он сказал, что мне больше нравится басня Ивана Андреевича, чем очень, так сказать, раздосадовал свою не в меру строгую маму, так скажем. И, конечно, еще Хирасков, Россияда, знаменитая поэма, 1779 год, ну вот здесь сейчас я вам покажу. Это, кстати, вот сейчас возвращаясь опять к басням Крылова, это первое иллюстрированное издание басен Крылова в России, очень красивое, кстати. И Россияда, о которой я уже начала говорить, что интересно с Тургеневым. Он достаточно подробно вспоминает свое детство в письмах, в воспоминаниях и, что важно, в своих произведениях. И некоторые моменты, некоторые книги мы можем как раз, например, там найти, в том числе и Россияду, или, например, в Дворянском гнезде, там целые такие вот фрагменты из его детства. Предлагаю опять обратиться к текстам великого Ивана Сергеевича. Что же здесь у нас еще? Здесь у нас Достоевский. Правда, вот я не уверена, что портрет его, но да ладно. Итак, что здесь надо сказать? Нам известно, есть каталог несохранившейся библиотеки Достоевского, где есть упоминание о том, что они в детстве читали лубочные всякие сказки, которые были очень популярны в народе в то время. Ну, представленные издания, которые у меня есть, это конца XVIII века об Ове Королевиче, Елизаре Руслановиче. В общем, всевозможные народные сочинения, безумно популярные тогда, распространявшиеся через Афень в деревнях. Вот такие гравированные, очень простенькие издания. Как правило, они в очень плохом состоянии, сохранности, но все равно они нам таким образом показывают, что же вообще было популярно, насколько было популярно, скажем так, потому что каждый из этих книг хранит тепло и не только детских рук. Итак, вопрос. Какой же вам каверзный вопрос задать сегодня, в этот раз? Все, конечно, с вами мы помним «Черную курицу» Погорельского. Итак, представьте себе нашего самого-самого известного из великих писателя, который в юношестве, в детстве зачитывался этой книгой. По-моему, если я не ошибаюсь, она впервые увидела свет в 1829 году. Вопрос. Кто этот писатель? Ну, а я вас благодарю за внимание и продолжаем наше путешествие по миру редких книг. Спасибо.